Открой себя! В Лангипасе много создавалось, создается и будет создаваться очень много проектов, которыми мы можем гордиться. Наша молодежь, наши сотрудники, которые вовлечены в целом в систему патриотики, в систему молодежи, достаточно проделывают огромную работу. И те проекты, которые сегодня реализуются на площадках города, на площадках нашего субъекта, ими можно гордиться. Это большая, огромная потенциальная работа. Форум — это возможность заявить о себе и обменяться опытом. Одно из его направлений — молодежь, вызов времени. Мы культируем такое понятие, как цифровая гигиена. Это правило работы в социальных сетях. Мы работаем по профилактике. Ребята сами создают молодежный контент, условно, та самая памятка, которую никто никогда не читает. Они ее переработывают в удобный для себя формат. Мы сейчас пришли к тому, что это ролики в формате тиктока, 30-секундные, в которых ребята рассказывают о серьезных проблемах, но уже на своем молодежном и интересном языке. Такой формат разработки новых проектов организаторы выбрали не случайно. В Лонгипасе очень много активных и инициативных людей. За значимую общественную деятельность отмечены семь человек. Перед молодежью города сегодня действительно открываются огромные перспективы по выбору профессии, по определению своего дальнейшего пути, по определению интересов, которые будут сопровождать молодежь на протяжении всей ее жизни. И наша с вами задача — дать этот спектр возможностей, показать, где и в каких вариантах, о проектах наша молодежь могла бы принять участие. И сегодня в рамках работы форума будут работать несколько секций, которые как раз и помогут нашей молодежи определить их предпочтения. Кроме того, в ходе форума состоялось открытие местного отделения Российского объединения детей и молодежи «Движение первых». Во всех наших школах города открыты первичные организации «Движение первых». Председателями данных организаций являются активные обучающиеся школы, «Движение» набирает в школах обороты. Ребята активно участвуют во всех общественной жизни, не только школы, но и города проводят акции. Кроме того, у нас во всех общеобразовательных учреждениях с 1 сентября 2022 года введены советники директоров по воспитательной работе. «Движение первых» создано в конце прошлого года по инициативе руководства страны. Цель – воспитание организации досуга подростков и формирование мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей. Отделения должны открыться в каждом городе. Лангипас выполнил задачу. Сегодня формируется окружная команда из 77 человек. Из этих 77 человек, 3 человека, выделено 3 ставки на город Лангипас. На нашу территорию дали квоту 3 человека. На нее у нас 7 человек было зарегистрировано, подали свои анкеты и заявки. Но округ остановился на трех кандидатурах, и сегодня они прошли тестирование. Для многих ребят «Движение первых» – это не только знакомство по интересам, но и прежде всего объединение с единомышленниками. Очень здорово, что в Лангипасе открывают РДДМ, ведь я сама активист-волонтер, и вот этот РДДМ даст мне больше знакомств и поможет мне в будущем. Это очень круто, то, что объединили все движения в одно. Я буду смотреть на других ребят и учиться у них. Мы будем делиться идеями. Я активистка в школе, и могу кому-то помочь, кто-то может помочь мне, и это очень хорошо. Волонтерские объединения существуют во всех городах, но существовала такая проблема, что иногда ребятам не засчитывались волонтерские часы. Какие-то активности были зазря сделаны. И сейчас, когда мы входим в единую систему российского движения детей и молодежи, эта проблема искореняется. Даже для нашего маленького города это большой прогресс. В течение двух дней на базе центра «Фортуна» работали шесть площадок, на которых школьники, студенты, работающие молодежь, получили неоценимые знания в области инновационного бюджетирования, командообразования и самоопределения. Направление молодежной политики нацелено на регулярное проведение подобных форумов. Сара Тураева, Тимур Зигангиров. Наши города. Сара Тураева, Тимур Зигангиров. Наши города.